Приветствую вас! Давайте мы разберёмся с тем, что вы написали. Вот. Надо сказать, что я видел ваш вопрос ночью. Вот, правда, тогда вроде бы не было ещё ВИП. Вот, и, соответственно, уже тогда я подумал, что у вас есть, значит, довольно такая серьёзная обстоятельная проблема, потому что, ну, вы начали в 12-м году, я познакомился и так далее, и так далее, и так далее. Значит, в 12-м году в ВИПе встретил мужчину, который очень красиво ухаживал. Ну, вот здесь сразу мне хотелось бы вам заметить, да, не замечание сделать, а именно заметить, именно заметить мне бы хотелось. Что вам понравился человек, и влюбились вы в то, что он, по-видимому, за вами красиво, значит, ухаживал, да? Вам понравилось то, что мужчина, по-видимому, по-видимому, за вами красиво ухаживал, значит, красиво проявлял себя по отношению к вам, вот. И, вероятно, были ещё какие-то, ну, может быть, ещё какие-то были моменты, о которых вы здесь не пишете, но которые вполне возможно имеют какое-то значение и смысл для вас. То есть, у меня здесь возникает вопрос, а вы влюбились, действительно, вы влюбились в кого? Вы влюбились в человека, и, соответственно, принимали вы человека, принимали и принимаете до сих пор вы человека? Или вы влюбились в то, как он к вам относился? Вы влюбились в то, что он делал для вас, вы влюбились в то, что он дал вам почувствовать, вот. То есть, вам понравилось то, как вы чувствовали себя с ним, и, соответственно, может быть, в это именно вы уже влюбились. Потому что, как-то вот по описанию, да, вашему, не так много у вас, значит, общих интересов есть. Я бы сказал, что у вас вообще нет интересов, но вот если анализировать то, что вы им, ну, написать, то есть, совершенно непонятно, что общего между вами. Дальше. Поначалу не любил, а потом влюбился. Ну, и, соответственно, тут тоже надо бы выяснить, если вы поначалу его не любили, то как это проявлялось? То, что вы не любили его. Поначалу. А, значит, соответственно, как вы полюбили его. То есть, что именно происходило с вами, с вашими чувствами, когда у вас к нему они появились. Вот. Как именно проявлялась ваша любовь к нему? Так, мужчине было тридцать летний, двадцать четыре, разведён бизнесмен, ребёнок, мальчик, который жил больше снами. Ну, соответственно, разведённый мужчина, да, имеет место быть здесь. У разведённого мужчины, соответственно, всегда есть определённый багаж. Вот. Ну, у разведённого мужчины всегда есть определённый багаж за плечами. И нужно, значит, вам, прежде чем вступать в отношения, да, выяснить сперва, а что же это, собственно, за багаж такой. То есть, насколько этот багаж влияет, например, на него. Вот. То есть, если человек развёлся, да, мужчина, значит, наверное, у него были какие-то проблемы. Были и есть какие-то проблемы в отношениях. Вот. Ну и, соответственно, знаете ли вы о том, какие у него проблемы и почему он развёлся со своей женой? Вот. Вообще-то говоря, это, ну, обязательно нужно знать, потому что без этого вы просто не будете понимать, да, без этого вы просто не будете понимать, с кем вы вообще имеете дело. Вот. Ну и, соответственно, знали ли вы почему он развёлся и что у него произошло? Так. Я переехал к нему, через три месяца я забеременел, но он убедил меня в том, что сейчас не время. Так. Ну, здесь мы имеем то, что вы занимались сексом, вы забеременели, да, но мужчина не пожелал, значит, чтобы у вас родился ребёнок. Мужчине это было что, ну, наверное, наверное, не нужно ему это было, да? Вот. Он сказал, что ещё не время. Здесь тоже есть такой важный момент. Если вы занимаетесь сексом, если вы беременеете, то, соответственно, ну, наверное, либо вы не используете средства защиты достаточные для того, чтобы не беременеть, либо есть ещё какие-то вещи, о которых я не знаю, но тем не менее. Чем-то было обусловлено, что вы забеременели, как вы отнеслись к аборту, как вы сами восприняли его, ну, аборт я имею в виду, вот. Считали ли вы и считаете, что сделали что-то неправильно или, может быть, вы хотели ребёнка, не рассматривали ли вы вариант завести ребёнка, ну, например, для себя, просто для себя. Вот. На мой взгляд, это тоже вполне может быть, ну, потому что вы могли бы завести ребёнка просто чисто для себя, если бы, ну, если бы действительно хотели, хотели бы его. Вот. То есть здесь мужчина, он, по сути, взял над вами контроль, да, то есть он определяет то, как вы будете действовать, как у вас будут развиваться отношения, что вы будете делать, да, и, соответственно, будет ли у вас ребёнок или не будет. Вот. Ну, опять же, три месяца, срок довольно большой, и здесь у меня вопрос по поводу вашей осознанности, вот, по поводу вашей осознанности, того, что вы делаете. Вот. Значит. Дальше. Дальше. Ситуация такая, что через год отношений вы начали говорить о свадьбе, но он, как раз, при наисках разговорах, а тут тоже интересный момент, да? То есть, почему вы начали говорить о, собственно, свадьбе. Именно вы. То есть это мужчина вообще-то обычно делает предложение, и если мужчина вам предложение не сделал, а вы говорите о свадьбе, то значит вам эта свадьба получается нужна. Если вам эта свадьба нужна, то для чего она вам нужна? Понимаете? Что вы как бы берёте инициативу в свои руки, при том, что по отношению к ребёнку инициативу в свои руки вы не брали. Далее вы пишите о том, что, значит, так, у вас начались проблемы на работе, и когда я приехал в квартиру, где мы жили, его не было. Он съехал на своё жильё, о котором я не знал. Здесь, соответственно, можно предположить следующее. Что у вас, значит, между вами, точнее, между вами были некоторые проблемы, о которых вы, судя по всему, осведомлены не были об этих проблемах между вами. И, соответственно, они для вас стали настоящим откровением, настоящей новостью. То есть вы не думали даже, что они вообще у вас, эти проблемы, и есть. Вот. Ну и, естественно, вы восприняли это достаточно, видимо, болезненно, потому что, в общем, нормально, но не совсем нормально. То, что вы не знали, почему мужчина съехал. То есть тот факт, что человек может вот так вот запросто съехать от вас, да, ну это говорит, как минимум, о наличии между вами определённых проблем. Вот. И, соответственно, если проблемы какие-то были, то вы о них либо не знали, либо предпочитали не знать. То есть просто так мужчина, ну, вряд ли бы съехал, да, то здесь есть, очевидно, какие-то, значит, подводные камни, о которых вы не рассказываете. Вот. Ну, в любом случае, в любом случае, так, думаю, думается мне. Так думается мне, исходя из того, что вы, значит, написали. Вот. Хотя я, безусловно, в этом не уверен. Дальше, значит, он не появлялся долгое время, а я съехал от него к себе. Он не появлялся долгое время, и потом он решил со мной расстаться. Здесь тоже довольно интересный момент, что если мужчина долгое время не появлялся, что как же он мог с вами расстаться, решить, если он не появлялся долгое время в вашей жизни. Согласитесь, это немножко странно. То есть он решил с вами расстаться, хотя фактически он уже расстался с вами, разве нет? Вот. Вполне возможно, что вы сами, ну, склонны считать как-то по-другому. И если вы склонны считать по-другому, то нужно постараться определить, почему вы считаете по-другому. Дальше, вы пишите о том, что через полгода на страстях вы сошлись, но вместе не жили. То есть мне не очень здесь понятно, что значит на страстях вы сошлись, но не жили. Чего хотели вы в этой ситуации, чего хотел мужчина в этой ситуации, да? Вот. Вы пишите, встречались около года, потом я снова поднял тему замужества, он сказал, что не готов, на тот момент я узнал, что у него появилась другая. Ну, опять же, в принципе, тот же комментарий, да, что если вы, ну, вот, встречались год, вместе вы не решили, и вы поднимаете тему замужества. Зачем? То есть очевидно, что оно, это самое замужество, для вас очень-очень важно и ценно. Справьте меня, если я ошибаюсь. Если замужество для вас ценно, то чем и нужно для чего? Вы узнаете, что у него появилась другая. Он всегда писал мне все это время, мы пару раз встречались. Здесь непонятно, вы пишите, что его встречались год, около года, а тут вы пишите, что он всегда писал вам, и пару раз его встречались. Если вы пару раз встречались, то как вы могли тогда поднять тему замужества, если у вас, по сути, не было необходимой близости? Как это связано с тем, что вы встречались около года? Мне очень понятно. Дальше. Через год они расстались, по ее инициативе он предложил мне начать все заново. Вот тоже интересный момент. Заново начать нельзя. Ну, то есть, вот отношения заново, да, они не начинаются. Отношения заново, они только, ну, можно начать новые отношения с новым человеком. А с новым человеком заново все начать нельзя. То есть, это довольно такая иллюзорная позиция здесь. При условии только можно что-то заново начать, если вы сели, поговорили, решили, что вы хотите, и, собственно, оба следуете вот тому, что вы для себя обозначили. Вы пишите, мы начали жить вместе и планировали свадьбу, но через полгода нашей совместной жизни начали вести себя недостойно. Здесь хочется отметить следующее. Что вы ничего не пишите ни по поводу того, как вы восприняли этот факт, что у него была другая и что он, по сути, вас обманывал. Ничего вы не пишите по поводу того, как именно заново вы, ну, хотели жить. То есть, что вы решили, к чему пришли, о чем договорились и так далее. Вот, через полгода начать на мирной жизни он начал вести себя недостойно. Здесь, опять же, на мой взгляд, совершенно такой момент, ну, важный, что просто человек через полгода начинает вести себя недостойно. Ну, что, ни с того, ни с сего он ведет себя недостойно. Я думаю, нет. На это были причины. Вопрос в том, какие, и понимаете ли вы, ответственны ли вы за то, почему он стал так себя вести. Вы пишите, бывало даже, что он унижал меня, я не смогла терпеть, забрала вещи и ушла от него в январе этого года. Через три месяца после его усердных сообщений, значит, о том, как он хочет меня, при встрече мы переспали. Ну, здесь, опять же, вопрос о вашей ответственности, да, то есть, вопрос о том, чего хотите вы, чего добиваетесь вы, что нужно вам, для чего вы это делаете, вот, и так далее. То есть, это тоже очень важный аспект. И, собственно, чего вы ожидали, того, что переспали и для чего именно вы это делали. Значит, периодически мы встречались, опять же, для чего. В августе он по пьянину говорил мне, что ему ни с кем не было так хорошо, давай родим детей и будем жить вместе. Но единственное, он боится, боится. Но это означает, что человек, да, соответственно, достаточно зашатый и достаточно неуверенный в себе. Вопрос в том, что держит вас во всех этих отношениях, вот, и, соответственно, какие субъективные моменты не позволяют вам отпустить его и идти дальше. А, значит, так, так, на следующий день я хотел обсудить с ним эту тему, но он указил от нее. Ну, мужчина боится ответственности, не готов. Возможно, это у него осталось после брака. В октябре он приехал ко мне снова пьяный и сказал, что у нас ничего не получится, потому что мы много раз жили вместе и не могли учиться, постоянно ругались. Но, опять же, почему ругались именно вы? Что не устраивало вас? Что хотели поменять вы? Потому что постоянно ругались, это размытие ответственности. Ведь если вы ругаетесь, значит, именно вы, именно вы ругаетесь по какой-то причине, а значит, с этим и нужно разбираться. Мы не общались три недели, он напишал мне, что хочет признаться, что не хочет детей из семьи со мной, потому что у нас разные взгляды на жизнь. Мне нужна картинка, которую я нарисовал себе в голове, а он не хочет его употреблять моими чувствами. Вам нужна картинка, которую вы нарисовали себе. Вот как вы думаете, насколько это соответствует действительности? Правда ли это, что вам нужна картинка? Потому что, как мне думается, вот не как мне думается, элементы идеализации, элементы некого такого, некой иллюзорности у вас присутствуют. А как считаете вы? Вот. Опять же, нужно понимать, что элементы иллюзорности, это результат ваших потребностей, ваших желаний. То есть, то, чего вы хотите, то, что вам нужно, к этому вы и стремитесь, ну, через вот это вот, через рисование вот картин, да. Вот. Интересно, что вы не общались три недели, и потом он вам написал, что не хочет ничего. То есть, получается, что мужчина, по сути, всё это время переживал. Мужчина, по сути, всё это время переживал. Значит так. Потом я случайно узнала, что у него есть новое увлечение, девочка проводит время вместе, дарит ей дорогие подарки. Вот. Ну, тут надо сказать, что вы немного лукавите, потому что случайно такие вещи не узнают. Скорее всего, есть элемент преследования. Его с вашей стороны. Опять же, вопрос возникает, зачем, для чего вы преследуете его. Он снова написал мне, что хочет меня, ему никогда не было так хорошо в сексе. Это правда у нас, значит, на протяжении уже 5 лет сильное сексуальное увлечение. Ну, сильное сексуальное увлечение, да хорошо, но отношения на сексуальном увлечении, как вы сами понимаете, не построите. Нужно что-то большее. Вот. Вопрос этого большего чего-то, он остаётся открытым. Я так и не понял, что у вас общего с этим человеком. Жить мы не можем вместе, он говорит, что я властный, значит, так, что я властный и эгоцентричный. Я так не считаю, думаю, я вела себя так от того, что не чувствовала себя избранной. Это, конечно, достаточно важный момент, потому что вы говорите, что вы не чувствовали себя избранной. А вы должны чувствовать себя избранной с мужчиной. Разве это не ваша ответственность чувствовать себя избранной? Понимаете ли вы, что только потому, что вы не чувствовали себя избранной, вы вели себя деструктивно по отношению к мужчине. А вот. Ну и, соответственно, это порождает у вас потребность в нём, ну, чтобы чувствовать себя избранной. Возможно, именно это и стимулировало вас к тому, чтобы заводить разговор о замузе. То есть избранность – это собственная значимость, вам не хватает собственной значимости. Это личностная проблема, то есть ваша, и решать её нужно именно в контексте только вас, а не в контексте других людей. Именно то, что вы не чувствуете себя избранной, не чувствуете себя значимой, возможно, вам не хватает любви, и стимулирует вас к тому, чтобы вся эта ситуация тянулась, тянулась и тянулась. Потому что будь вы более свободны, вы будете давным-давно рассталены быть с этим человеком. Далее вы цитируете сообщение. Значит, раз не получается без этого, а этого мы оба хотим, так, и ты хочешь хоть и стеснялась всегда, чего именно, не очень я понимаю, о чём идет речь здесь. Я хочу хоть не стеснялся, когда выпил. Жить не живём. Я не понимаю здесь, на самом деле, о чём идет речь, для чего вы цитируете его сообщение, если смысл, на мой взгляд, не улавливается, да? То есть, если вы говорите о совместном проживании, то вопрос стоит так, что каждый из вас готов для этого делать, да? На что каждый из вас готов пойти, на какие уступки и так далее. Потому что совместное проживание – это уступки. Вот. Не знаю, как будет завтра, может торкнет, может нет, но терять-то будет, терять-то будто бы нечего. Я не очень понимаю, о чём идет речь. В каком смысле торкнет, может нет, что торкнет. Ты же знаешь, что лучше, чем с тобой, мне никогда не было. Но это, по сути, такая инфантильная позиция с стороны мужчины. Типа, ты же знаешь, что ты лучше, но я с тобой ничего не буду. Вполне возможно, что он просто боится отношений с вами. Вполне возможно, что он просто боится того, что потеряет свою свободу. Вот. Но, тем не менее, это уже гадатливо. Если у него есть девочка сейчас, он осыпает её подарками и проводит с ней время, то что он хочет от меня? У него к вам влечение, сексуальное влечение. С вами он чувствует себя мужчиной, но все остальные ипостаси, роли вы в нём подавляете, скорее всего. Либо он сам себе подавляет. Чтобы иногда я тоже была, нет, я не думаю, что всё стоит так. У мужчины по предности. Как у вас в нём. Я забыл, когда в последний раз получал от него хотя бы цветок. Ну, соответственно, здесь у вас уже есть некое сравнительное мышление, сравнительная характеристика себя и вот этой вот самой девочке, с которой он сейчас взаимодействует, да? То есть, я забыл, когда в последний раз получал от цветок. Ну, так вы могли бы получить цветок, если бы взаимодействовали с другими мужчинами за это время, да? Почему он ведёт себя недостойно по отношению ко мне? Это некорректный вопрос, потому что это недостойно, это оценочное осуждение, оценочное осуждение с точки зрения вас. С моей точки зрения мужчина ведёт себя, может быть, вполне нормально. Вопрос, на самом деле, нужно знать немножко о другом. Почему я позволяю относиться к себе, по моему мнению, недостойно? Ради чего? Вот. Он не даёт мне спокойно жить. Так, я пытаюсь его отпустить, но он постоянно заходит в мою жизнь, и у него получается выйти от меня в ссылке даже на расстоянии. Есть такая игра, если бы не ты, почитайте про неё в интернете. Значит, она достаточно хорошо описана, я не буду сейчас её приводить здесь. Вот, почитайте. Это именно то, во что вы сейчас играете. Вот так, значит, он говорит мне, что не любит меня, я его ещё люблю, всегда оправдываю. Стремление оправдать не есть любовь, стремление оправдать не есть любовь, стремление оправдать есть зависимость в человеке. Но не любовь. Поэтому, понимаете, любит тот, кто принимает полностью человека. Как, в общем, несложно догадаться, что если любишь и принимаешь, то обрадовать-то, в принципе, не нужно. Да? Как мне его отпустить? Ну, сначала нужно понять, чего вы хотите. Потом нужно понять, какие запреты стоят у вас на реализации конструктивной этих желаний. И дальше уже эти запреты постепенно убирать. Как дать ему понять раз и навсегда, то я не буду с ним. Потому что такое поведение по отношению ко мне его не устраивает. Я ему говорил тысячу раз бесполезно. Надо сказать, надо сказать, что говорить здесь действительно бесполезно. Потому что мужчина именно слова ваши воспринимать не будет. Потому что для него, скорее всего, для него слова, это всего лишь еще одно проявление ваших эмоций. Понимаете? И можно говорить о том, что если вы действительно не хотите с ним быть, но тут опять же нужно противоречие такое разрешить, что если вы говорите, что не хотите с ним быть, то как это увязывается с тем, что вы пишете, что не можете его отпустить? Да? То есть это вот такой противоречивый на самом деле достаточно момент. И на мой взгляд, его тоже нужно разрешить. Так вот. Нужно показать мужчине своим поведением, что вы действительно не хотите с ним быть. Если вы действительно не хотите с ним быть. Для этого нужно сперва его отпустить, как вы правильно заметили. То есть, сперва вы отпускаете его, и потом меняете свое поведение так, чтобы человек понял, что больше, значит, ну, больше ему ничего не светит с вами. Для того, чтобы вы вели себя соответствующим образом, нужно, чтобы вы научились удовлетворять свои потребности самостоятельно, чтобы вы научились брать ответственность за свои поступки на себя, и, значит, чтобы вы перестали воспринимать поведение человека, как обусловленное единственно вам. То есть, отойти от восприятия поведения человека в контексте себя, и прийти к пониманию человека в контексте его самого. То есть, посмотреть на него, возможно, немножко отвлечет, но для этого нужно сперва разрешить все свои собственные противоречия. Вполне возможно, что у вас есть такой бессознательный запрет на близкие отношения, ну, действительно близкие отношения, действительно качественные, действительно интимные, действительно равноценные. Возможно, вы считаете себя в глубине души недостойной этого, потому что вы влюбились не в самого человека, а в его отношениях к вам. Вот. Ну, еще раз повторю то, что в этом я не уверен, но тут нужно разбираться с тем, да, вот, значит, что между вами общего, да, об этом я говорил. То есть, если, если, как бы, вы воспринимаете его не только как мужчину, но и как личность, как человека, то это хорошо. В таком случае между вами действительно что-то еще возможно. Если вы воспринимаете его только как мужчину и только как, например, своего возможного мужа или невозможного мужа и вообще как вы воспринимаете мужчин, то это уже на самом деле особенность вашего восприятия, которого нужно корректировать. Ну, вот. То есть, работа с самооценкой, с личными границами, вот, и, понимаете, ваша эгоцентричность, которую видел мужчина, да, ваша эгоцентричность. Так, вот, мне не хватает внимания, я отчаянно его требую, вот. Ну, здесь, эээ, здесь на самом деле ничего удивительного нет, вот вам нужно просто-напросто быть немножко более, эээ, свободной, эээ, в этом аспекте. То есть, эээ, ну, не зависит, не зависит, эээ, настолько син от, эээ, собственного человека, от его внимания, да, вот. Ну и разобраться, разобраться с тем, что стоит у истоков того, что вы говорите о замужестве. Именно у истоков, обратите, пожалуйста, на это внимание. То есть, не то, почему вы, эээ, говорите, говорите о замужестве, а именно, что стоит у истоков этого. То есть, конкретно, истоки меня интересуют. То есть, вот, ваши желания, ваши, как, какие-то установки и так далее. Вот это вот самое важное. Знаете, как только вы, эээ, начнёте удовлетворять, эээ, свои потребности самостоятельно, как только вы, ээээ, значит, наше, эээ, ну, обретёте независимость, ваши отношения тут же качественно изменятся. Вполне возможно, что имеет смысл обратить внимание и на собственную реализацию, и на трудовую деятельность, на деловую деятельность, на общественную деятельность, может быть, то-то-то-то. Обычно все проблемы решаются по мере того, как человек начинает себя где-то реализовывать. Ну, потому что ему становится легче найти общий язык с людьми. Вот. Я думаю, что вот так вот можно ответить вам на ваш вопрос, насчёт, соответственно, что вам нужно сделать сейчас, да? Во-первых, сконцентрироваться на себе и больше делать для себя какие-то вещи. Да? То-есть, больше баловать себя, больше любиться, да? Подумать, как именно вы можете сами реализовать то, что хотите. Вот. То-есть, вы можете сказать, ну, а как, как вот я хочу, я хочу замучить, да? Как мне реализовать это в самой... На самом деле, всё просто за замужеством стоит определённая потребность, которую можно удовлетворить по-другому, другими способами. Вот. Если у вас есть желание это делать, то всё возможно. Всё возможно даже более чем. Но здесь зависит всё от вас. Вот. Значит, далее, ответственность нужно вам брать за свои действия, за свои поступки, за свои желания, да? Вот. И, соответственно, качественно иной путь выбирать для построения отношений именно с мужчинами. Вот. Я не знаю, как вы строили отношения со своим мужчиной, безусловно, не знаю. Но, думаю, сомневаюсь, что у вас определённо недостаточно общего между вами, чтобы помимо так называемой любовной линии, да? Вот. У вас была ещё какая-то линия. То-есть, общее дело, общие интересы, общие взгляды и так далее, и так далее, и так далее. Вот если у вас это есть, если у вас это имеется, да, то на самом деле многие проблемы решились бы сами собой. Вот. Ну и конфликтов было бы меньше, конечно. Вот. Отдельным пунктом, я думаю, идёт то, что вы ругались со своим молодым человеком, да? Именно ругались. Вот. Эти моменты, из-за чего вы ругались, они, скорее всего, идут из детства. То есть здесь вы сами того не осознавая повторяете родительский сценарий. Вот. С этим, в принципе, тоже можно и нужно работать. С этим можно что-то сделать. С этим это можно подкорректировать. Вот. Ну, опять же, если у вас будет к этому желание. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.